Вечер добрый! Слушаете вы свое радио. Надеюсь, обычное для вас явление и времяпрепровождение. Сегодня программа «Живые», как водится с 8 до 10. В этой студии 2 часа замечательной музыки, замечательных музыкантов. Ну и, понятное дело, сразу начнем с песни. Так, чтобы сделать музыкальную заявку для всех тех, кто пока может быть еще не в курсе. Давай, бери быстрее, я пока говорю. Пока может быть не в курсе того, что сегодня будет здесь происходить. Я, конечно, сомневаюсь в том, что постоянная аудитория своего радио требует представления этого коллектива, то есть они знают наверняка, но все же, мало ли, вдруг сегодня есть люди случайные. Так, чтобы услышав, поняли, надо ли 2 часа проводить с нами, или, может быть, лучше отправиться по каким-то более важным делам. Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали! Субтитры создавал DimaTorzok Извини меня, но, видимо, детям остаются лишь разваленные стен. В наше время тот становится этим, так как этот становится тем. И что в конце, то в начале, родина все так же в дыму. Оставь меня, жена, я в печали, мне надо побыть одному. Однажды я встретился в поле с тем, кто мне не враг и не друг. Он разменивал свободу на волю, он разменивал болезнь на недуг. Одинокий старик на причале посоветовал мне выбрать тюрьму. Оставь меня, старик, я в печали, мне надо побыть одному. Мы гуляем по улице в холодной прогнившей одежде. Мы пытаемся вызнать, когда и где исчезнет стена. Извини меня, мама, мы уже не такие, как прежде. Нас до неузнаваемости изменила война. Я шагаю по невидимым тропам, Отрекаясь от крамолы и лжи. Но в итоге становлюсь мизантропом, И поэтому не знаю, как жить. Может быть, и от пули есть лекарство, Но эту ношу я не подниму. Оставь меня, мое государство, Мне надо побыть одному. Оставь меня, мое государство, Мне надо побыть одному. Мы гуляем по улице в холодной прогнившей одежде. Мы пытаемся вызнать, когда и где исчезнет стена. Извини меня, мама, мы уже не такие, как прежде. Нас до неузнаваемости изменила война. 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 Ну, вот, собственно, давайте знакомиться. Есть кто вдруг не в курсе. Павел Пиковский, группа «Хьюга». Так называется данный коллектив. Ну, Павел, собственно, Пиковский. Здрасте. Молодец, привет. Дальше будем по очереди представлять музыкантов. Леонид Шаров, гитара. К микрофону можно было бы подойти разочек. Поздорово. Какой микрофон? Ну, какой спокойный перед тобой микрофон. Классный микрофон. Большой такой. Большой человек, большой микрофон. Привет. Далее у нас Сергей Волгышев, труба. Сережа, к микрофону тоже. Хотя бы раз за эфир. Больше требовать не буду. Захочешь, сам выйдешь? Йоу-йоу-йоу-йоу. Нет, сиди на месте тогда. Понимаю, что зря я попросил. Значит, Евгений Уралев. Или просто руль. Здравствуйте. На басу. Клавиша Петр Корягин. Вечер добрый. Привет. Ну и человек, у тебя там свой микрофон, если ты заметил. Подтащи его к себе, пожалуйста. Сейчас загорится. А что ты орешь, что лампочка еще не горит? Подожди. Вот теперь скажи. О-хоу, всем привет! Правда орет. На Константин Воробьев. Это барабанщик коллектива. Ну вот, собственно, это и есть группа Хьюга и Павел Пиковский. Рады. Рады не передать словами, как рады. А мы-то как? Тому, что вы здесь сегодня. И мы, аудитория, все ждали сегодняшнего эфира. И наслаждаемся теперь с первых же аккордов той музыкой, которую Паша делает. Так мы из дома не выходим. Мы даже репетируем в скайпе и ходим только к вам. Это я помню. Да, ты говорил об этом. И, в общем, в принципе, я и предлагал тебе, как ты помнишь, да, в скайпе так и поиграть. Ты сказал, нет уж, лучше мы живьем как-нибудь уж забежим. Правда? Было же такое? Ну, технологии бегут вперед, поэтому я как бы решил не отставать. Правильно. От времени, от своего. Правильно. От скайпа оторвался хоть немножко. И то, и то хорошо. У нас тут все живое и должно живым звучать. Сообщу, как с нами связаться. Ну, на всякий случай, мало ли, вдруг вы захотите что-нибудь сказать. Выразить какие-то эмоции. Может быть, вопросы задать. 46-47. Это короткий номер для смс-к ваших. 46-47. Пишите свои. Делаете, причем пишите, что кирилльцы в шелотенеце не имеют значения. Пробелечка. А дальше уже все, что хотелось бы выразить. Группа ВКонтакте. Официальная группа своего радио работает для вас, естественно. И анонс уже давно выложен. В анонсе название коллектива синеньким выделено. Это, значит, активная ссылка. Кликаете и оказываете в сообществе у коллектива. А становясь участниками, не скажу больше, членами этого сообщества, вы будете получать всю информацию о передвижениях коллектива, о пластинках, концертах в первую очередь. Ну, правильно, все же члены получают всю информацию в первую очередь. А группа должна расти. Мне кажется, что пара моего статей побольше. Правильно, Паш? Абсолютно. Вот она, в общем-то, и стала. Чего стала? Побольше. Я не про коллектив, я про официальную группу. А, ваша группа. Ну, в общем, никому не помешает, извините. Я про твою официальную группу ВКонтакте, дружище. Далее, на сайт, если вы зайдете, сайт своерадио.фм, там сверху увидите плеер, с левой стороны в плеере кнопочка онлайн-аудио, чтобы слушать онлайн-видео справа. Кликаете и оказываете картинки, которые нам предоставляет Планета.ру. Спасибо огромное этой замечательной коротфайдинговой платформе. Там же, кроме картинки, вы видите и чат, в котором также можно что-либо писать. Я не всегда успеваю там что-то обнаружить, ну, просто потому что убегает информация. Ну, вот Юля, продюсер эфира, периодически меня туда носом тычет. Если что-то интересное вдруг обнаруживается, то, само собой, мы это зачитываем тоже. Все, все коннектные варианты я вам сообщил, теперь уже пойдем по делу. Очень много чего написали до эфира, Паш. Я уж не знаю, ты человек очень ранимый, ну, в том плане, что ты очень реагируешь на всякого рода такие вещи. Поэтому я уже даже не знаю, с чего начать. Ну, вот начну, например, вот с этого сообщения. Я сначала прочитаю, потом прочитаю, скажу, кто это. Пашуль! И все мои любимые ребята, привет! Вопрос от Маши Шевчук. Ждем с дочи эфира. В декабре 2012 года ты приезжал на концерт FPG. Ну да, мы с тобой недавно познакомились и увлеченно общались. Я была со своим супругом. Он задал мне вопрос, а кто это? Ты тогда был с твоей, тогда еще просто хорошей подругой Аней. И я тогда невзначай бросил. Это Паша, друг Антона Пуха. Он из Питера. А рядом его жена Аня. В 2014 году вы с Аней стали супругами, с чем сердечно поздравляю. Веришь ли ты в слово, которое невзначай брошено, оказывается в будущем истиной? Или там наверху все же заранее предопределено, и мы лишь идем по этому сценарию? Всем ребятам привет! Это вот как-то вот так вот все как-то закручено. Я уж не знаю, ты эту историю, наверное, помнишь. Человек подписан, я имею в виду сам профиль, Мария не пью, не курю. Вот, но, видимо, Шевчук так она себя, да? Не пью, не курю. А по скриптам тут интересный, хочешь прочитать? Давай. Мы как-то в Питере ели пельмени, ночью в китайской забегала. Из собаки. А я не знаю, тебе и дней. Узнала от Глизнецова, что они были из собаки, и подсунула их тебе. Прочее, в воскресенье тут было. Прости, что не сказала. Нет, я знал. Так что ты ни в чем не виновата, Маша. Я знал, с этим я разобрался сам. Веришь ли ты, что слово, невзначай брошенное, оказывается в будущем истина? Я перепразирую, веришь ли ты в силу слова? Давай так. Ну, вопрос на самом деле очень сложный. Я, конечно, верю, но у меня вот есть друг, старший товарищ. Он не верит, да? Нет. Он объясняет это просто очень интересным образом. С точки зрения поэзии, вот если взять классическую поэзию, то он вывел такую формулу, какую-то теорему, потому что, в общем-то, это не доказано. Но он нашел у каждого поэта по одному стихотворению, которое так или иначе предугадывало их дальнейшую судьбу. И даже... Вещие стихотворения. Да, то есть такие вещи и стихи. И он выдвинул такую теорию, что они, эти стихи, не то чтобы вещи, они как бы словом поэты делают будущее. То есть не предсказывают, а делают будущее. Я думаю, что да, поскольку слово материально, и то, как мы будем относиться к этому миру и к нашему будущему, в общем... Да, надо, извини, что перебил, надо все песни писать о любви, о мире, о счастье. А мы об этом и пишем. О детях. Нет-нет, я не к тебе, я вообще всем. Так что, если уж действительно поэт делает будущее, то пусть поэты пишут о чем-нибудь светлом и чистом. Ну, то есть надо ответственно относиться к тому, что ты говоришь. Естественно. Естественно. А считая себя немножко поэтом, ну, я так о себе уже, потому что любой человек творческий, особенно болтливый, вот такой трендобол, он по-любому же несет некую информацию, ну, чтобы не сказать грубей, да, он несет какую-то информацию, несет некую, ну, скажем, заряженную формулу, потому что слово, оно заряжено чем-то. Вот и нам тоже, друзья мои, надо как-то все больше соответственности относиться к тому, что мы говорим. Как называлась первая песня? Первая песня называлась «Побыть одному». Это песня из нашего грядущего альбома, который скоро выйдет, надеемся. Надо упомянуть, что сегодня, Паш, показывает свежий материал, новая программа. Не новый альбом пока, а новая программа. Да, 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 ну, то есть в перемешку с теми вещами, которые наши постоянные слушатели давно уже полюбили, вот мы будем презентовать сегодня некоторое количество новых песен. И великая вероятность, что какое-то количество из этих новых песен рано или поздно попадет в новый альбом. Все попадут из тех, что прозвучат, а они все попадут. То есть сегодня в некотором смысле предпрезентация будущего альбома, который, я надеюсь, в обозримом светлом будущем появится на свет. А когда это светлое обозримое будущее, как ты предполагаешь, свершится? Я боюсь загадывать, потому что, как вы сами понимаете, что это все связано с большими трудностями в плане, ну, финансовые и так далее. Понимаете, о чем я говорю? Нет, не понимаете? Нет, вообще абсолютно не понимаю. Ну вот, видите как, вы же тоже задаром, в общем-то, все построили саммит. Да. Вот. И, в общем, я не знаю, когда выйдет новый альбом, но я думаю, что мы не вправе более удерживать новый материал. И часть его возможную, которую мы успели подготовить, мы сегодня презентуем. Спасибо тебе за это большое. Надо петь дальше, а то как-то время уходит. Что это будет? Ну вот, дальше как раз будет песенка из нашего старого репертуара, ну, как сказать, старого, да, из недавнего, в общем-то, но уже известного. Эта песня называется «Меняй». Более того, она в ротации своего родина находится. Как всегда, «Живой звук», программа «Живые». Поехали. Дождем веки размыло меня и жилом намыло, смотри, все полетело, меняй, душу на тело, меняй, гада на тварь, меняй, свет на фонарь. Когда выпил микстуру, меняй, пулю на дуру, когда плен поговорок, меняй масло на тварь. Когда пыль из дворов, меняй власть на фонов. Давай, иди, куда скажут, и делай то, что позволят, тащи, то, что загрузят тебе, все по плечу. Меняй свободу на платье, а я так жить не хочу. А ты делай, что хочешь, меняй, подпись на прочерк. Но я точно не буду менять Кришну на пусух и хоть глубокий арест, менять веру на крест. Когда люди не верят, меняй море на берег, когда тропы и требы, меняй землю на небо. Когда ты лучше меня, то ничего не меняй. Давай, иди, куда скажут, и делай то, что позволят, тащи, то, что загрузят тебе, все по плечу. Меняй свободу на платье, а я так жить не хочу. Не хочу. Когда ты лучше меня, то ничего не меняй. Ура! В скобочках, извините, просто эмоции. Это смс-ка такая пришла. Вот ничего больше, ничего лишнего человек не написал. 46-47, короткий номер для смс-ка, ваших свои, пробел. Дальше уже все, что хотели бы высказать. Привет, свои. Пишет кто-то. А, зовут его Ку. Ну вот так, от Ку. Значит, вопрос к каждому из участников группы. Ее. А ее? Да. Простите. По фамилии Ку трудно определить. На каких важных и интересных для вас концертах вы были? Какая группа вам запомнилась более всего по своему мастерству? Серьезный вопрос. Я думаю, каждый мог бы сейчас минут на 20, наверное, да? Так. Ну, что ты подскажешь? Отдувайся за всех. Понятно, спасибо большое, кажется, ответ дам. Я думаю, что... Я много на концерты не хожу, к сожалению, потому что, ну, чаще всего попадаю на свои концерты. Вот. И единственным исключением из правил считается, ну, если, допустим, приезжает аквариум в тот город, где я нахожусь... То есть ты свой концерт не посещаешь, идешь на аквариум? Нет, нет, я имею в виду, что помимо своих концертов... Ну, ради аквариума-то мог бы. Ну, мог бы, конечно, но если бы Борис Борисович лично оценил, то тогда да. А так зачем? Ты корыстный, я тебе скажу. Абсолютно. В этом смысле. Слушай, вот и самая интересная. Значит, я сначала прочитаю ее, а потом скажу, кто это написал. Привет, Пашка, руль, змей. Привет вам, большой. Паша, а будет ли песня про Буратино? И еще, Паша, скажи в эфире, что этот человек, вот кто это написал, считает Аню из города Иваново самой лучшей. Хорошо. Подпись Бронемир. Я понял. Бронемир считает Аню из Иваново самой лучшей. Самой-самой прекрасной. И пусть она здравствует и торжествует. Судя по всему, для нее должен быть праздник большой, раз Бронемир так считает. Я думаю, да. Ну и привет всем, да. Да, песня будет, да. Вот, отлично, спасибо, что... А то бы он не остался до конца программы, если бы не знал, что песня будет. Ты понимаешь, какая штука. Вот здесь, кстати, вот эта песня «Меняй», а она в ротации радиостанции крутится где-то не один, где-то с Антоном Пухом и Ильей Чёртом. Да. Вот такая версия. И я вдруг вспомнил, что одним из первых вопросов после того, как анонс появился, был вопрос от Алексея Козловского. Откуда Павел знает чёрта и какое между ними общение вообще? Кто-то такой ещё. Господь помилый. Да. А дальше... Подожди секундочку, прежде чем ответишь. Кореньков Андрей отвечает Алексею. Алексей, Пиковский и его друзья активно сотрудничают с различными музыкантами и музыкальными сообществами. Так, на альбоме «Сказки Хьюга» слушатели были приятно удивлены интересными дуэтами с Ильей Чёртом, Антоном Пуховым, Сергеем Чеграковым, Борисом Рубекиным, это аквариум, и многими другими. Сам Павел Пиковский подчёркивает, что создание этих дуэтов не было коммерческим ходом, и все участники добровольно принимали участие в пластинке. Название их «Юга» нашлось несколько лет тому назад, благодаря подсказке большого друга коллектива Ильи Чёрта, который объяснил, что имя должно быть кратким, ёмким и запоминающимся. Это, я так понимаю, у тебя из группы ВКонтакте выдернуто. Ну, видимо, да. По сути, мы ответили на вопрос. По сути, да. Это ответил Кореньков, по-моему. Но я так и заглядываю тоже туда, и вижу, что человек не удовлетворён, вот, поэтому я скажу, что отношения с Ильёй у нас дружеские, и если мы и занимаемся какими-то проектами, то исключительно на, основываясь на наших с ним личных взаимоотношениях дружеских, а не на каких-то коммерческих ходах. Повторюсь. Ну, тут надо, смотри, как, чтобы те, кто задаются такими вопросами, понимали. Паша хорошо знаком и с Антоном Пухом, и это неудивительно. Хорошо знаком, кстати говоря, на музыкантов глядя понимаю, что это совсем неудивительно. Он хорошо и близко знаком с тем же Ильёй Чёртом. Хорошо и близко знаком с тем же Чеграковым, который Чиж, ну и так далее. А что в этом, вот я всегда удивляюсь, он хорошо и неплохо знаком с Семёном Чайкой, между прочим. Да, кстати. Кстати сказать. Да и с Юлечкой. Да, в общем, да. Хорошо достаточно. И Миша, вот у нас, кстати, звукорежиссёр. Спасибо большое, Миша. Опять отличный звук в очередной раз. Вот, хорошо, что ты это сказал, я только не успел. Ну, хорошо сказал, Паш. Так вот, я почему-то всякий раз, знаешь, меня смущает то, что люди удивляются тому, что кто-то из музыкантов, кто пока не на Олимпе, да, вот на том, он так близкие такие отношения вводит с теми, кто на Олимпе. Как ты, кстати, сам-то к этому относишься? Да, все же люди. Ну, ты же понимаешь, что ты в полшаге уже от Олимпа? Вот от того Олимпа, который называется всеобщей известностью. Ну, в полшажки остался. Ну, я не очень понимаю, потому что я, на самом деле, немножко на другое нацелен в основном. На что, например? В основном. Ну, у нас есть заботы такие, чтобы качественно записать альбом. Правильно. Качественно записать пластинку. Чтобы нам не было стыдно через несколько лет потом взять её, переслушать и сказать, что... А ты что, переслушиваешь свои пластинки? Ну, спустя несколько лет. По-моему, глупое занятие тебе скажут. Нет, почему? Как сказать? Мне кажется, что это как вспаханное поле. Обязательно нужно видеть, что семена взошли. Нет, семена всходят, когда ты видишь кассу после концерта, мне кажется. А, кассу? Альбомы человек переслушивает. Ты что, тебе песни на концертах и поймешь? Я шучу, Паша. Да я понимаю. Я шучу. Кстати, хочу сказать сейчас, я не помню, говорил о тебе об этом или нет, но, по крайней мере, сейчас есть такая возможность. Я говорю сейчас не тебе, я говорю аудитории своего радио. На мой взгляд, Пиковский один из самых ярких поэтов на сегодняшний день в России. В принципе, есть Бронемир. Он сейчас слушает, не дай бог о нём не скажу, обидится. Значит, Бронемир есть, прекрасный текстовик, прекрасный поэт сам по себе. Паша Пиковский, я считаю, что вот тот путь, который тебе осталось пройти, для того, чтобы, когда, например, кто-то скажет, Пиковский, а, да, конечно, Хьюга же, группа такая, осталось совсем немножко, нужно только потерпеть. Спасибо тебе большое. Да, ради бога, тебе спасибо за то, что ты делаешь. Иван Тепляшин пишет вот что. Павел, привет из Красноярска. Ждём в гости. Привет, Иван. А ты как относишься к авторской песне? И сам себя к какому жанру относишь? Спасибо. Не думал об этом. К авторской песне отношусь замечательно, если она хорошая, если она талантливо написана. А что такое авторская песня, давай разберёмся. Ну, если у неё есть автор, который её же исполняет, в общем-то. То есть весь рок, он и есть авторская песня. Стинг, в общем, тоже авторская песня, почему нет? Конечно, конечно. В этом смысле очень хорошо отношусь. Вы удивитесь, но Кенчев тоже иногда поёт авторскую песню. Ну, всегда, мне кажется, он не авторская. А то мрить. Какая у нас песня не авторская на сегодняшний день. Абсолютно. Если человек имел в виду бардов, то, в общем, к бардам ты себя... Это бронемир себя относит к бардам. Ты нет, как я понимаю. Да мне, честно говоря... Понял. Да. Это чтобы ты не произносил. Я уже понял, что ты имел в виду. 46-47. Это короткий номер для ваших смс-ок. 46-47. Сначала свои, пробельчик, а потом уже, естественно, всё, что хотели бы сказать. Смс-ками. Либо сообщениями ВКонтакте, либо в чате. Во, опять. Снова Ку. Кто? Аленка это. Аленка? Это наша Аленка. Аленка? Аленка, значит. Вопрос, конечно, о музыке, пишет она. О современной музыке. Часто говорят, музыка не та. Рок-н-ролл мёртв. А как вы считаете, какие самые острые проблемы у современного рока? Лёня, иди скажи, пожалуйста. А чего Лёня-то? А вот пусть он ответит. Он больше разбирается в современной музыке. Он у нас сам продюсер. Я больше разбираюсь в Аленке. То есть ты шоколад любишь, я так понимаю. У нас 20 июня с ней будет свадьба. Боже ты мой. Вот кто такой. Я на самом деле сейчас задумался, я даже не слышал вопрос. Я могу повторить. Да нет, можно просто отдельно ей расскажу просто то, что я хочу сказать. А всё-таки вопрос ответит Паша. Ален, я домой сейчас приеду, будем убираться. Так что ты сегодня ушла на работу очень такая, недовольная, немножко злая. Нижегородцы сейчас уедут. Будем прибираться. В общем, я тебя люблю. Ну, конечно. Ну, конечно. Ты знаешь, я тебе скажу, она прислала уже три смс-ки. Я так полагаю, что именно в надежде на то, что это скажешь. Ну, вот молодец, что понял. Женщина же иногда, знаешь, как женщина бывает? Угадай, что я хотел сказать. Угадай. И ты угадал. И ты угадал. И прав был наверняка. Сейчас она ответит тут в смс-ке, насколько ты был прав. Петь будем? Будем, а на вопрос отвечать. Отвечай. Я думал, ты уже так слился. Нет, я просто хотел сказать, что я... Кто же это говорил, что в среде культурных людей проблем с культурой не бывает? Это ты говорил, да? Это право. Ты говорил. Это Руль, он же Руль. А вообще изначально это же не твоя фраза. Нет, конечно. Жень, ну скажи, пожалуйста, микрофончик. Я не знаю. Чья это фраза? Я не знаю, я слышал. Не помню. Я не помню. То есть в среде культурных людей? Еще раз. Дефицита культуры не бывает. Не бывает. Это правда. И, собственно говоря, и в музыке тоже проблем нет никаких, если это музыка. Вот и все. Прекрасно. Вот беда только в том, что с музыкой бывают проблемы периодически. Но не в вашем случае. Не-не-не. Спасибо. Я сейчас имею в виду вообще в глобальном. Кто-то очень хорошо сказал, я даже помню кто, просто не буду озвучивать. Когда человек, ну она такая отвлеченная, но соприкасается тема с этим вопросом. Когда человек, музыкант начинает думать о рейтингах, они стремительно начинают падать. Работу надо работать. Абсолютно верно. Как только музыкант больше задумывается о коммерции, чем о творчестве, побеждает, к сожалению, абсолютно однозначно совершенно другая субстанция. Субстанция, которая называется «Вялость». Абсолютно согласна. Вялость в чреслах. Давайте, чтобы эта вялость не распространялась, песню будем петь. Что это у нас? Это будет песня, которая тоже войдет в новый альбом. В принципе, она достаточно древняя такая, но мы ее реанимировали к жизни, сделали новую аранжировку. Песня называется «Внутри нее». Как всегда, «Живой звук» в программе «Живые». Поехали. Спишь беспокойно, ворочаешься во сне. Волосы мягкие, точно как первый снег. В городе тихо и слышно, как ты сопишь. Доктор пришел и сказал, что ты просто спишь. Если тебе прописали не тот рецепт, Смысл идти и опять наводить прицел. Память, как рыба, всегда с головы гниет. Маленький мальчик танцует внутри нее. Вольному воля, раздетому простыня, Взглядом на небо, а голосом на меня. Твой феномен не сумеют понять врачи. Люди смеются и плачут, а ты молчишь. Если ты есть во вселенной, то ты везде. Если другие одеты, то ты раздель. Счастье так близко, истина так проста. Спи, мой хороший, до радуги дорастай. Если тебе прописали не тот рецепт, Память, как рыба, всегда с головы гниет. Маленький мальчик танцует внутри нее. 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 Красиво, красиво Спасибо Красиво, особенно я понимаю, что это цыплючье, когда вижу женскую реакцию Вот на Юлю смотрю и понимаю, что вот она там где-то в космосе Значит, красиво Я сам ни хрена не разбираюсь в музыке, но вот когда вижу ее реакцию А кто, я? И ты тоже не разбираешься Абсолютно Я хуже дурака Да никто не разбирается в музыке, кроме продюсера программы Живы Значит, вот интересное сообщение, написанное до... Чего? Ну я просто обратил на тебя, нет, я про нее Я на Мишу Какие странные у вас наклонности, братцы Значит, человек пишет, за час до программы написал, я не могу этого обойти Напишу сейчас, потому что потом буду слушать и погружаться, пишет человек Я слушаю музыку лет с шести, конечно, вкусы мои менялись с возрастом Что-то нравилось больше, что-то меньше Но с приходом Павла Пиковского в мою жизнь Я... ну как звучит, да? А потом тебе будут говорить, я вырос на вашей музыке Ты как-то, интересно, будешь на это реагировать Ты еще молодой и красивый Я вырос на вашей музыке Видите, перед тобой лоб такой Я вырос на вашей музыке И ты в обморок Значит, но с приходом Павла Пиковского в мою жизнь Я совершенно четко осознал, что именно его творчество Вот моя музыка Это мое видение мира Вы не представляете, как же это прекрасно Жить под аккомпанементы таких песен Я не буду писать о всех его достоинствах Этого и без меня сегодня напишут Лишь скажу, что если бы я умел писать стихи и сочинять музыку То делал бы в точности так, как это делает Паша Короче говоря, Пашка, будь Твори, радуйся, радуй других С огромным уважением и поклоном, Саша Саша, спасибо тебе большое, диски я тебя оставил А ты даже знаешь, кто это? Конечно Понятно Дальше Алиса Степная пишет Ей диски не оставлял? Нет, Алисе еще не оставлю Эх, живые, пишет она Вот ведь радость, какую вы людям приносите Плетешься с работы так вот Уставшей, запаренной, житейскими проблемами Открываешь сайт и видишь анонс ВКонтакте И вот уже улыбка прилипла накрепко к лицу И легкость движений такая Что не ходишь по квартире, а танцуешь Спасибо вам за то, что вы делаете За этих замечательных людей, которые к вам в студию приходят дарить тепло Совсем недавно познакомилась с творчеством Павла Пиковского И чем больше слушаю, читаю, смотрю, тем больше нравится Спасибо большое Ну вот чего, критика будет сегодня или нет? Или что-то елей сплошной, я прям не знаю Вот ей богу, я же жду Вот Елена Горбатова пишет Доброго всем вечера Удивительная штука жизни Еще в четверг Павел был у нас в Шуе С чудесным концертом Сегодня же мы пару часов назад проводили Яровикова И проводили, господи, прости Ну в смысле уехал Яровиков Он в Нижний поехал Ну понятно, да И готовимся слушать Пиковского вновь, но уже на своем Ждем с нетерпением начало Это было 43 минуты тому назад Я таких сообщений мог бы начитать тебе сразу перед началом Огромное количество Люди вон как к тебе тепло относятся Вот как ты, кстати, относишься к тем людям, которые к тебе так тепло относятся? Понятно, что хорошо Но не кажется ли тебе, что это ну как-то так сладко сильно? Мне, знаете, чего хочется? Я понимаю просто, что мы не имеем такой возможности Но мне бы очень хотелось хоть раз в жизни собрать всех этих людей в одном большом зале И сыграть для них хороший концерт и сделать бесплатные билеты Чтобы они пришли и просто отдохнули А что тебе мешает? Ну, они везде, они же разбросаны по стране в плане места жизни Анатолий Михайлов Это, кстати, наш молдавский товарищ слушатель Он пишет от имени Радмилы Модной Это наша украинская слушательница Которая слушает нас Привет, дорогие украинцы Он пишет, передаю сообщение от Радмилы Которая очень просила сказать, что очень хотела послушать этот эфир Так как считает творчество Пиковского великолепным К сожалению, рада на данный момент на работе Но мысленно со всеми своими А от тебя хочу добавить, что так же восхищаюсь этими песнями Спасибо Спасибо большое Ну, после этого остается только петь После этого либо пить, либо петь Ну, это как тост прозвучало по-любому Но пить мы не можем, поэтому давайте петь Что это будет? Да, давайте Это будет, я вот чередую, да, новое, старое Это будет песня, которая тоже в ротации Так Называется «Края моей рады» Абсолютно верно Ты знаешь все песни, которые в ротации Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня Павел Пиковский, группа «Хьюга» Поехали Ура Полетело лето в пролеты Осеня-сеня сединой Леший вышел в лес на работу Вылез из воды водяной Дуримар попал на экраны И его уже не поймать Но если бы я знал, где края мои раны Было бы легче сшивать Если бы я знал, где края мои раны Было бы легче сшивать Ноют, ноют старые кости Это хорошо в двадцать три Когда будущее бросится в гости А прошлое скрипет изнутри Кто-то выбирает тирана А кто-то поудобней кровать Но если бы я знал, где края мои раны Было бы легче сшивать Если бы я знал, где края мои раны Было бы легче сшивать Пятница и город во трубе Кто-то ему ползет на локтях Он полжизни жил на ютюбе А треть в социальных сетях И кто-то, наглотавшись дурмана Выйдя в ночь, пойдет убивать Но если бы я знал, где края мои раны Было бы легче сшивать Если бы я знал, где края мои раны Было бы легче сшивать И я знал, где края мои раны Было бы легче Валый дым кердеет осоль Но время эти раны не лечит А память цыплет белую соль И кажется, ребята, пора нам Что-то нужно срочно решить Мне наплевать, где края мои раны Рано все равно не зашить Мне наплевать, где края мои раны Рано все равно не зашить Мне наплевать, где края мои раны Рано все равно не зашить Мне наплевать, где края мои раны Рано все равно не зашить Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Как ты подставился бы, дружище? На самом деле, к счастью, она продублировала свое сообщение предыдущее здесь в группе. Я даже залез, посмотрел в профиль. Кстати, поздравляю, симпатичная девушка очень. Она красавица вообще. Ну, я хотел мягко, я хотел мягко, ну, прости, ну, красивая, ладно. Согласен, симпатичная. Ты рядом с ней, конечно, смотришься отвратно, но она красивая. Шучу, 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 не переживай. Все в порядке, и смотритесь вы наверняка хорошо. Отлично. Хотя, кстати, на фотке-то вот там, аватарка, это ты рядом с ней, что ли? Ну, это он в гриме. Ага. Не признал без усов тебя? А, это он с усами там? Я просто хочу его отвлечь от того, чем он сейчас занимается. Чем ты сейчас занимаешься? А, да я настраиваю гитару. А, ты гитару даже настраиваешь. Хорошо, тоже полезное дело. Слушай, Паш, ну, Алена Куликова же, правильно? Девушка-то, которая КУ. А, поэтому и КУ. Лиз, ты рядом со мной сидишь. Скажи, пожалуйста, вот на фотографии это кто? Это точно? Хорошо, ладно, тогда это ты на фотографии, прости. И без усов, но в шарфике. Ха-ха-ха. Совет да любовь, что называется. Вот он, шарфик, я понял. Паш, не могу я пройти мимо этой темы. Я всякий раз, наверное, буду тебя дергать по этому поводу. Но тут уже не только я этого хочу. Народ требует от тебя романса. Вот тех вариантов, которые ты по профессии своей поешь. Надо сказать, что, Паш, ведь человек, который закончил вокальный факультет классического вокала. Да, факультет классического вокала. То есть оперный вокал. И те люди, которые, может быть, этого никогда не слышали, а такие наверняка попадаются, сейчас должны просто, мне кажется, лечь костьми, но потребовать от тебя, чтобы ты это показал. Так я и думал. Ну, а куда деваться? Ну, это фишка же. Ну, я понял. Мне кажется, музыканты с этим согласны. Согласны. А согласны, конечно. Им бы отдохнуть только не работает. Я просто каждый раз пою что-то такое лирическое, такое трагическое даже, я бы сказал. Но я хочу, чтобы был слышен твой оперный вокал. Я понял тебя. Я сейчас, я просто думал о том, что если меня попросят вдруг, я должен что-то исполнить. Я думал о том, что есть такая замечательная... Тройка называется. О, классика пошла. Будем шутить. Давай пошути, Павел Пиковский. Шутит. Тройка мчится, тройка мчится, вьется пыль из-под копыт. Колокольчик звонко плачет, то хохочет, то звенит. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Едет, едет, едет к ней, едет к любушке своей. Динь-динь-динь, и тройка стала, ямщик спрыгнул с облучка, красно-девка подбежала и целует ямщика. Он приехал прямо к ней, прямо к любушке своей. И цыгане с медведями в студии. Не, ну круто-круто, особенно Динь-динь-динь мне вот этот момент очень понравился. Не репетировали, кстати. Да, я понимаю. Чего-чего? Чисто экспромт просто. Я заметил, какая реакция была, прежде всего, у Костика. Но это было красиво. Ребята, ну это было очень здорово. В общем, правильно, что ты это делаешь периодически, показывая вокальные данные. Потому что часто бывает, когда, ну, поет, а вот когда развернулся, и отношение к вокалисту совершенно иное. Тут спрашивает кто-то очень активный, какая примочка у гитариста прям вот очень надо человеку. Зачем это надо? Я не знаю, видать, звук понравился. Ну, выйди к микрофону. Выйди. Теперь уже перед КУ тебе не надо отчитываться. Не, ну, конкретно какая? У меня их... Я просто чтобы... Так удобнее. Ты микрофон к себе пододвигай, да? Не-не-не, он для тебя, не ты для него. Правильно, дергай за шею. Я не знаю, какая конкретно, но вот человек спрашивал о примочке. Ну, основная у меня Хюггис и Кэтнер, туб-фактор, ламповый, перегруз. Так. Ну, я не знаю, что еще интересного. Дилеи, реверы, тремолы. Остальное все стандартно. Семен, спроси про обработку гитарную у гитариста. Очень важно. Палата и Мурзин. Ну, давайте я ему фотографию сделаю и просто пришли. Хорошо. Выложим потом в чат. Хорошо. Вот как это выглядит, чтобы человек просто уже понял. Ну, возможно, знаешь, как бывает, музыканты тоже, начинающие музыканты, кто знает, какой-нибудь звук слышат особенный, понимают, что это все завязано на примочках, а какая она, человек не знает и интересуется. Это комбик просто маршал. А он такой, наоборот, такой, узнал, я такой, точно не куплю. Ну да, ну да, это ты сейчас это про наш комбик сказал. Да, комбик у нас хороший, но примочка все-таки играет роль-то большую на самом деле. Гитарист играет. Аполлинария Корягина. Паша, привет. Гитарист говорит, привет, скоро ли будешь в Петербурге. Не забывай радовать концертами город на Неве. По скриптуму большой привет Петру, который, наверное, сменил галстук политолога на бабочку. А у него нет сейчас ни бабочки, ни галстука. Он сегодня расхлябанный. Это родная сестра Петя. Понятно. Аполлинария, которая. Да. Он сегодня расхлябанный. Аполлинария, поработайте с ним. Он сегодня без бабочки и без галстука. В общем, абсолютно парень, по-моему, отвязался уже. Ну да, он уже в рок-н-ролл все больше и больше. Видно по нему. Ну, давайте дальше. Вот какая интересная штука. Сейчас мне очень хочется тебя об этом попытать. Немножко с пристрастием, что называется. Сколько времени мы знакомы? Ну, года два, наверное, уже. Точно. За это время много чего происходило интересного и в мире, и в музыке в том числе. И работаешь ты в постоянном режиме. И песни пишешь. И слава богу, что ты не останавливаешься. И когда вот, допустим, наступает момент пресыщения, такое бывает же, усталость. Бывает, да, к сожалению. Я хотел сказать, что после этого человек женится обязательно. Нет, ну, кстати, хочу тебя поздравить. Да. Официально. Да. С тем, что ты теперь официально муж. Да, спасибо. Паша недавно женился, и мы очень переживали. В том плане, что она где сейчас живет-то? Она здесь, в Москве. Переехала. Ну, нет, она здесь жила, это я переехал. Это ты переехал. Да. Ну, хорошо, теперь, слава богу, все, все хорошо. Вот наступает момент пресыщения. Любая работа, даже любимая работа, она рано или поздно, ну, усталость приходит. Что ты делаешь? Как ты отдыхаешь? Как ты расслабляешься, что ли? Я лежу на диване. Ну, и стандартно. Моя жена чешет мне голову. Я очень люблю, потому что в этот момент я не могу ни о чем думать. И таким образом я... Всем женам на заметку. Я реанимирую свои мозги, уставшие и захламленные. И когда она перестает чесать, я вдруг понимаю, что все, моя голова пуста и можно начинать снова. Скажи, а долго ты лежишь на диване? Ну, порядка двух-трех суток. И все двое-трое суток она... Конечно. Чешет тебе голову. Это же любимая жена. Я ее очень люблю. Нет, секундочку. А она меня... Вот, вот так надо... Она же меня любит, надо говорить, поэтому чешет мне голову. Всем женам на заметку. Я не про продюсеров, а про жены. У меня густой волосяной покров в области головы. Причем во всех возможных местах головы. То есть она тебя чешет и за ушками, я так понимаю, да? И даже в ушки. В общем, хороший отдых. Я вот думаю, может мне бороду отрастить. 46-47, это короткий номер для... Да, хорошо. Костя тоже. А Костя не женат пока, поэтому он лысый. Но за кепкой это не видно. Но бороду так и отрастит. 46-47, это короткий номер для смс ваших. И понятное дело, сначала пишите свои, пробелечек, потом уже... Это ваше сообщение. Ура! Пишет кто-то, не знаю, кто это. Первый раз слушаю вас живьем. Ребенок смотрит на дядю с гитарой и танцует. Волшебная атмосфера. Спасибо за теплоту и позитив. Спасибо большое. Я думаю, что ребенку надо что-то посвятить. Если ребенок смотрит на дядю с гитарой, что, зря смотрит, что ли? Надо, чтобы ребенок смотрел все это время не просто так. Сейчас будет такая песня. Какая? Совершенно для нас, как мне кажется, нестандартная. Мы в этом ключе еще не подходили к аранжировочным работам. Песня, может быть, даже отчасти танцевальная. Называется она «Человек». Человек. А чего ты так сразу... Как-то у тебя так... Нет, я просто ребенку посвятил внутри нее, которая звучала, да, буквально предпредыдущая песня. Внутри нее это до ребенка. Ну, не важно. Пусть ребенок знает. Это превью такое. Да, превью. А теперь уже как-то... А сейчас будет песня «Человек». Новая песня, совсем новая. Вот она войдет тоже, в том числе, и в новую. Абсолютно. Окей, вот это всегда интересно. Как всегда, живой звук в программе «Живые» и Павел Пиковский, группа «Юга». Поехали. Павел Пиковский, группа «Юга» и Павел Пиковский, группа «Юга». Павел Пиковский, группа «Юга» и Павел Пиковский, группа «Юга» и Павел 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 Пав Тряпичное знамя Гулял поутру в Сосновом пару Гулял и встретил на тропеллу гору Гулял и сносил кольчугу и гольфы Искал в каждом президенте отца Искал в городе любви хитреца Искал женщину с зубами Вервольфа Идет человек, он гуляет от полярной звезды До полярного круга Идет человек, он не в поиске себя Он не в поиске врага или друга Идет человек, у него в рюкзаке Спички и кусок пшеничного хлеба Идет человек в ожидании счастья В ожидании мирного неба Гулял по границам и рубежам Гулял, если было нужно, бежал Гулял перед нигилистом Искал правду в фонарях косяков Искал золото в стране дураков Искал зелень в опадающих листьях Гулял по городу разбитых сердец Гулял и ждал, когда наступит крыльдец Гулял, видя, что сгущаются тени Искал, стирали в постах и сапоги Искал, когда уже не видно миски Искал, корни неизвестных растений Идет человек, он гуляет от полярной звезды До полярного круга Идет человек, он не в поиске себя Он не в поиске врага или друга Идет человек, у него в рюкзаке Спички идутся пшеничного хлеба Идет человек в ожидании счастья В ожидании мирного хлеба Субтитры сделал DimaTorzok И почему-то все внимательно посмотрели на Воробьева Что случилось? Опять импровизация? Ну, очень удачно Потому что я никакого, собственно говоря Ничего такого особого не заметил Я прошу прощения У наших некоторых особо пристальных И одаренных и образованных радиослушателей Потому что песни новые И мы можем несколько ложать Но надеюсь, что от этого эмоциональный фон ваш не пострадает Спасибо большое Часто меня, вот честно говоря, в тупик поставил А где вы налажали? Ну, ну и все Кто знает об этом? Сергей Малявин вот что написал Написал он об этом полчаса назад Всем привет! Ну, Пиковского я уже довольно давно для себя отметил Не сказать, что бы часто, но слушаю И с большим удовольствием При случае с радостью сходил бы на концерт Жаль, вот дальше фраза идет Которую я хочу оспорить Как человек, ничего не понимающий в музыке, имею право Жаль только, что стопроцентных хитов С моей точки зрения у него нет По скриптуму Сижу с температурой 39, но пропускать выступление не собираюсь Ну, вот эта песня, которая сейчас прозвучала Это хит, на мой взгляд, совершенно очевидный И она записана уже Ну, она частично записана Мы еще работаем Ну, вот запишешь, пришлешь Обязательно Я полагаю, что и края моей раны И антивоенный джаз И меняй Это все хиты Как определить хит? Ну, это вообще вопрос сложный на самом деле Ну, да, на вкус и цвет На вкус и цвет Вот еще раз повторяю Для меня, как человека, вообще ничего не понимающего в музыке Это все очевидные хиты У Сергея Малявина, разбирающегося в музыке больше В твоем творчестве стопроцентного хита нет А что для тебя стопроцентный хит? Давай вот об этом Абсолютно не знаю Я знаю, что есть определенные схемы По которым, по которым можно построить определенные какие-то вещи То есть, например, есть прием, который называется секвенция Им пользовались очень многие классические композиторы в том числе И многие хиты, даже попсовые, которые людям известны, да, современному Тоже построены на этом приеме Это одна и та же фраза, повторяющаяся, музыкальная фраза Повторяющаяся с разных нот С разной музыкальной высоты Ну, да Вот Вот, пожалуйста Вот вам хит И вот вам хит Он все, он сразу запоминается, западает в душу Есть, да, есть такое Вот, но я... Как объяснил в акционах А так я ее и наиграл, собственно Ну, да, напил Да Вот Но обычно я стараюсь об этом не думать Потому что можно впасть в состояние Вот, знаете, есть поэзия графоманства Когда ты выискиваешь идеальную рифму И жертвуешь таким образом Бессознательно жертвуешь каким-то определенным духом, смыслом и так далее И то же самое в музыке Вряд ли стоит настолько конкретно об этом задумываться Но уж если получается, то получается В России есть один стопроцентный хит Который знает, мне кажется, любой человек Начиная с пеленок Мурка Ты мой муреночек Вот стопроцентно Знают все Сможешь сыграть? Я же сказал Продолжай Продолжай Это вот хит Гениаль Вот это хит А чтобы песня стала хитом, она должна звучать отовсюду И на самом деле часто бывало и проверялось это неоднократно И мной лично на одной из радиостанций, которая очень туго воспринимает новшество Просто долбал в эфир как минимум одной группой активно Сейчас эта группа одна из самых любимых на этой радиостанции Хотя ее обкладывали какашками со всех сторон Коровьими кизяками обкладывали, я тебе скажу Чем только не обкладывали А я сидел терпеливо пережевывал это И думаю, ладно, посмотрим Сейчас одна из самых долгожданных И теперь считается хитовой Все зависит от усердия и упрямства Зачастую людей, от которых в принципе что-то зависит Вот так рождаются хиты Мы пока что прервемся Ненадолго совсем Будет небольшая пауза После чего мы, само собой, в студию вернемся Да Ну что ж, двинемся дальше Павел Пиковский, группа Хьюга Сегодня здесь, в живых Что не может не радовать И аудитория однозначно совершенно трепещет Вместе со всеми струнами души, которые дарит Павел А ты продолжай Так сейчас кто делал? Пока-пока-пока О, давай С теми струнами души, которые передается А что? Ну, стукай Не, не хочет Я хотел проимпровизировать немножко Просто пауза была большая Надо бы, наверное, прямо сразу сейчас что-нибудь спеть Да, согласен Что это будет? Новая песня Мы ее, кстати, уже несколько раз играли на концертах Песня называется «Такая как ты» И посвящается она нашим любимым Окей Как всегда, живой звук в программе «Живые» Поехали Мы пытаемся оставить следы Но в этом мире нет снега, он весь из воды В этом мире нет Бога, которого нет А тьма — это время, когда отсутствует свет Счастье и радость, как мажор и минор Наступила весна, и люди вышли из нор Я так сидел бы до смерти Веселясь и скорбя Пока однажды под вечер не встретил тебя Я так привык получать То, что хочу позарез Но тот, кто истинно умер, брат, на самом деле воскрес А тот, кто пел о короне, ушел в терновом финце Ведь любая правда всегда распознается в конце Вот и сейчас по ночам я попадаю во враг Я не виню никого, поскольку сам себе враг Еще один метеор летит на нас с высоты Но счастлив тот, у кого есть такая, как ты Еще один метеор летит на нас с высоты Но счастлив тот, у кого есть такая, как ты Еще один метеор летит на нас с высоты Но счастлив тот, у кого есть такая, как ты А что тут скажешь, ну и вообще эмоции Знаешь, как иногда бывает, когда ком в горле И эмоции не передать словами Спасибо Это тебе спасибо Но в любом случае, те эмоции, которые ты выплескиваешь с песнями Это же все пережитое, верно? В те моменты, когда ты это переживаешь Ты же не думаешь, о, какая хорошая эмоция Песню напишу Оно же само собой где-то там внутри, правда? Более того, обычно во время переживания чего-либо Ты вряд ли можешь чего-то написать По крайней мере, у меня так происходит Это как, в общем-то, как во время цунами То есть, что ты можешь сделать? Ничего И можешь написать только уже на пост-ощущениях, так скажем То есть, на тех ощущениях, которые ты То есть, ну, на воспоминаниях, будем так говорить И так далее То есть, сразу в этот момент, как бы, песня, она почему-то не пишется Не знаю почему Или пишется, но пишется, как какая-то такая радостно-сопливая Сахарная И так далее А что ты имеешь в виду, когда говоришь о пост-воспоминаниях? Какие эмоции, ну, скажем, были у тебя Чтобы потом хвостом на этих воспоминаниях Ну, например, я... Просто Юля так сознанием кивнула, я хочу понять Она же пишет тексты часто Вот мне просто интересно, что за эмоции должны быть такие Которые потом дают результат Ну, например, вот я очень чувствителен к перемене погоды К перемене времен года вообще, в принципе И когда наступает весна Она у меня, на самом деле, наступает Она уже пришла И наслаждаюсь И пишу песню только уже потом Ну, например, когда приду домой Или, например, когда отойду немножко от этого А бывает так, чтобы песня пришла сразу и целиком? Вот просто сразу? Да, конечно, бывает Полностью? С текстом, аранжировкой? Ну, с аранжировкой сложнее Потому что, когда я приношу песню ребятам Они ее перелопачивают И делают ее совершенно уже в другом варианте Поэтому, в общем-то, у нас и есть Две разные программы Необычная акустика Вот в тот раз мы ее представляли осенью И, собственно, полный состав То есть это такие разные вещи Необычная акустика Это то, как я вижу песню изначально А то, что, ну, как бы, наши слушатели Могут наблюдать и слышать Именно сейчас, в данный момент Это уже, как бы, результат нашей совместной работы Я почувствую В общем, необычная акустика — это черновик Ну, да, грубо говоря, да Почитаю смски 46-47 Короткий номер для ваших смс-сообщений Пишите свои, пробел А дальше Вот очень любопытное сообщение пришло Слушаю, работая в такси по интернету Хоть работу бросай до конца программы Чтоб ни слова не пропустить Молодцы Леха Масил, так подписал человек, из Белгорода Спасибо большое Вот еще одно В нашем мире возможны чудеса Это мы, Алла 30 и Даша двух лет Наша бабушка попала в больницу сегодня Мы немножко поплакали, а потом пошли заряжаться позитивом от живых Все будет хорошо Подержите пальцы за нашу бабушку Спасибо за песню Дай Бог здоровья Спасибо вам Вот, это та самая, я так понимаю, судя по номеру Алла 30 лет, которая писала о том, что ребенок смотрит на дядю с гитарой и танцует Спасибо, приятно И ты после этого спел песню про человека Да Мне кажется, очень все легло хорошо и правильно Надо петь дальше, чтобы времени не терять Что это будет? Ну, это уже притча в языцах Потому что Бронемир каждый раз на каждой программе Буратино? Да, да, да Но она называется немножко иначе Она называется Бэттрип Но, видимо, не зря там есть это слово Буратино Чтобы это запоминалось Бронемиру трудно запомнить Бэттрип, он же из Волгограда С Буратино ему проще слово легкое Нет, он просто трезвенько Сейчас он отпишется мне, сейчас он начнет нервничать Да, 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 ну давай ждем Как всегда, живой звук в программе «Живые» Здесь сегодня Павел Пиковский, группа «Хьюга» Поехали Говорили война, это божий бэттрип Я так долго смеялся, что даже охрип Нас не жалуют здесь, нас преследуют там И не верят глазам и не внемлю тостам А в столице разгул, а на окраине пост В Путине борьба за великий репост В одноглазой толпе митингует святой В перемешку с фашистами и гопотой Прости меня, любовь, прости Но нас так долго держали в плену Я уже на полпути Буратино, не ходи на войну Буратино, не ходи на войну О-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо-йо А кому пуля не март, а тому штык не отец? Что же выбрать одна дура, второй молодец? Пара правильных нот, неплохой депрессант Для того, чья прислуга ОМОН и десант Лесники знают план, но обычно молчат Как избавиться от пули одиноких волчат И как тяплы сидят, клювом в стены долбят Обвиняя всех сразу, но, увы, не себя Прости меня, любовь, прости, но нас так долго держали в плену И я уже на полпути, аккурати на них, ади на войну Прости меня, любовь моя, но нас так долго держали в плену Я поздравляю вас, друзья, мы понемногу прыгали в страну О, йо, 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 Знаешь, казус случился, Паш, казус Началась песня, ну и тут же, естественно, Бронемир написал, как я и сказал Но мне больше понравилось С ним все нормально, все в порядке С ним всегда все хорошо Слава тебе С ним всегда все хорошо Другое дело, что вот это сообщение хорошо звучит в связке со следующим Которое было написано от Сергея Пантюшина После сообщения от Бронемира А Бронемир, как только начал петь, пишет Остановите, Пашу, я не ту песню хотел, я просил Цоя И следующее же сообщение от Сергея Пантюшина Да, Пуэр тоже неплохо штырит Все, кто знает, все, кто в теме, все поймут Бронемирчик, аккуратней, пожалуйста Что он имел в виду, когда просил про Буратино у Цоя Я не знаю Но тем не менее, дальше он написал великолепная песня Это как бы оправдываясь За вот эту вот утрату Но тоже ничего, да, я понял Утратили мы, Бронемир, песню про Цоя Уж прости Значит, Даниил Менчиков пишет Представляю себе Буратино на войне Ну, в общем, да, трудно представить себе Этого деревянного Хотя... Так поэтому я и говорю, не надо Да, хотя... Не ходи Без него там лучше 46-47, короткий номер для СМС Кваши, сначала пишите свои, пробелы А дальше все, что уже хотели бы сказать Народ просто требует перекличку Как-то эта игрушка стала у нас популярна Даже не просил я о том, чтобы люди писали Откуда слушают А уже пишут Краматорск, Енакиева Кстати сказать, да У нас огромная аудитория в Украине в том числе Семипалатинск, тут уже перечисляется Курган, Ярославль Ну, давайте, ладно Почему нет? Я думаю, что музыкантам, да и Пашке тоже будет интересно Где слушают все, география эфира Была бы интересна Давайте, если у вас некоторое время Пока мы с Пашей болтаем Песня следующая начнет петь Никаких вопросов пока не задавайте Просто пишите, откуда слушаете эфир Я ребятам сообщу Им, я думаю, будет интересно Где сегодня слушают песни Пиковского и группы Хилл Безусловно Слушай, вот что Что мне дико интересно Имею в виду вообще, в принципе Твой подход к жизни И твой подход к музыке Ты человек невероятно добрый Открытый Солнечный Ну и не всегда Ладно, вот это молча я же говорю И ты, как мне кажется Ну, не то чтобы играешь Но ты заметил наверняка Я это вижу по фотографиям некоторым Вот, например, на одной из обложек Что слегка смахиваешь на Да-да-да-да-да-да-да-да-да Слегка есть Есть сходство такое Как минимум кинематографическое сходство С Товарищем Иисусом Христовичем Я специально толстеть начал И все равно Но есть сходство Господи помилуй И почему-то на этом сходстве Многие играют По крайней мере, фотографии в интернете Твоей я видел Где распущенные волосы Твоя борода и так далее И вот сегодня ты мне Альбомчик принес Где то же самое Та же картинка Это что? Это что для тебя? Это ты пытаешься дотянуться До этого образа? Да, боже упаси Да вы что? Нет, конечно Нет, ну как Чем выше задача Тем вешит Больше цель Ну нет Ну зачем же? Нет Я совершенно не планировал Просто с этой обложкой Вообще получился казус такой Что Это как альбом-то называется? Семь кругов Вот если кому-то интересно Найдите в интернете Найдете обложку Альбома Семь кругов Павла Пиковского И согласитесь со мной Наверняка Что очень похож Ну по крайней мере Так как рисуют Иисуса Или как его представляют в кино Очень похож на образ Иисуса Христа У нас поджимали сроки С выпуском альбома И я попросил всех своих знакомых Предоставить мне хотя бы Какие-нибудь варианты Вот Ну и собственно Все что было Все что было представлено Вот этот был лучший вариант Хотя я уже тогда понимал Что он Ну Не самый лучший вообще В принципе Из всех возможных Вот Но других вариантов не было А сроки поджимали Поэтому нам пришлось взять И эту фотографию Да Эту фотографию Хотя Конечно Тихо Как-то раз я приехал в Казань И мы попали на Радиоэфир Ой На телеэфир И там был ведущий Который Взял Значит этот альбом в руки Посмотрел И говорит Да Говорит Я в красный угол поставлю Потом перевернул И говорит 19 песен А меня уже так К тому времени достало Что я говорю Иисус сегодня щедрый Ай браво Ну что же Ну похож Ну что делать Ну я не хотел Честное слово Нет конечно Я вот слушаю тебя Вдруг вспомнил анекдот Старый старый советский анекдот Когда приехала комиссия На большой завод Выпускающий какую-то Очень важную там Технику Идут они значит Как это обычно В советское время Аллея Деревья И стоит доска почета На доске почета Фотографии ведущих Работников Подходит значит Комиссия к этим фотографиям Иванов Петров Сидоров Вдруг видит Висит фотография Рубинштейн Фамилия И фотография Карла Маркса Офигели слегка Пришли значит К директору Говорит Ну давайте этого Рубинштейна сюда Приходит Рубинштейн Абсолютный Энгельс Абсолютный причем Говорит Слушайте Товарищ Рубинштейн Вы хотя бы понимаете На кого вы внешне Похожи Конечно понимаю А вы не пробовали Бороду сбрить Постричься Говорит Пробовал Ну умище Ты куда девать Хочу почитать Тебе города Так что ты Вот это вот Иисус был щедр Это мне кажется Можно с собой носить Как мем На фотографии Посмотрите Ребятки Правда Похож Значит давайте читать Города Внимание Откуда слушают Сегодня эфир Рыбинск Вологда Южный Урал У нас плюс 3 Пишет Саша Ну да Тепленько Ульяновск Ухта Екатеринбург Великий Новгород Мурманск Нижний Новгород Петропавловск Это Казахстан Архангельск Барнаул Пестово Новгородская область Камрад Молдова Харьков Украина Ну Москва Питер Понятно Бобрикова Луганская область Сыктывкар Город Буй Смоленск Орел Приезжайте к нам Город Зубцов Опять смотрят Севастополь Архангельск Лондон Это правда Это не шутка Ахтырский Это Краснодарский край Клин Подмосковье Славянск Или Славянск Ну по-украински Если то Славянск Мурманск Гомель Беларусь Минск Черкассы Это опять-таки Украина Опять Славянск Калининград Северск Скопин Рязанская область Так Семен Вы всегда Город Скопин Читайте Заверный Первый слог Разве верно Не Скопин Не знаю По-моему Скопин Хотя я могу Конечно И ошибаться Вот Это еще не все Иваново Челябинск Харьков Много Много Я знаю Что и Канада И Америка Огромное количество Не только городов России И ближнего Зарубежья Но и дальние Всем Всем большие Приветы Добра Мира И любви Держитесь Давай петь Что это будет Это Песня Радость моя Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Павел Пиковский Группа Юга Поехали Радость моя Не плачет Слезы свои Утри Утро Живой Палач Выжжет Нас Изнутри И заглянув в глаза Скажет Ломай перо Ведь жизнь Это лишь вокзал А смерть Это лишь перон Пока не сошли с ума Ты радость моя Пойми Мой город Стал слишком Мал В нем Тонет Огромный Мир А под Проливным Дождем Все Пропадет Само Мой поезд Стоит И ждет Чтоб Нас Увести Домой Какая Глупая Жизнь Стоит Стакан На столе Я очень Сильно Устал Я прожил Три сотни Лет Сегодня Все Как вчера Все Та же Злая Игра Лети Лети Лепесток Свою Дорогу Люби Люби Свой Дальний Восток Люби Урал И Сибирь Лети Во тьму И на свет Туда Где Нас Больше Нет Лети Радость Моя Очнись Жизнь Это Только Сон Ты Слышишь В сырой Ночи Крутится Колесо А я Допою Куплет И Сдвинуться Полюса Радость Моя Привет Встречная Полоса Какая Глупая Жизнь Стоит Стакан На столе Я Очень Сильно Устал Устал Ходить По Земле Сегодня Все Как Вчера Все Та же Злая Игра Лети Лети Лепесток Свою Дорогу Люби Люби Свой Дальний Восток Люби Урал И Сибирь Лети Восьмой На свет Туда Где Нас Больше Нет Лети 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 Радость Моя Не Плачь Слезы Это Круто Дмитрий Панченко Меня Эта песня В транс Своеобразную Вводит Видимо Улетаю Ну Мне кажется Что Все Сказано И Никаких Привет Из Германии Город Лейнгартен Человек Вот Немножко Позже Написал Я К тому Что Слушаю Это Очень Много И Не Только В России Здесь Есть Сообщение От Одного Товарища Знакомого Нам Всем Приятного Человека Из Волгограда Значит Пишет он Вот что Там Одни Приятные Люди Живут В Волгограде Да Дороги Только Дерьмовые А Люди Очень Приятные Значит Ну Он Тоже Знает Об этом И Тоже Посмеивается По Поводу Сходства С Иисусом Пишет он Один Мой Друг Из Витебска Тоже Был Похож На Него Внешне Он Путешествовал Автостопом Попал В какую-то Деревушку А там Жили Сектанты Они Его Приняли За Какого-то Царя У них Было Пророчество И даты Сходились И сказали Оставайся Мой Мальчик С нами Будешь Нашим Королем Он Там Две Недели Прожил Жрал Красную Икру Но Потом Признался Что Не Царь А на Бронемир Дорогой Телега Прекрасная Ты чего Хотел Сказать Да Ничего Поумничать Если Сейчас Хотел Ну Поумничай Не буду Это Самое Умное Что Ты мог Сделать Сейчас Я поднял На него Глаза И он Потерял Мысль Надоело Быть Царем Что Не Ну Если Что То Было Скажи Чего Не Он Хотел Сказать Что Ему Тоже Надоело Быть Царем Я На самом Читаешь Про Николуха Маклая Фамилию Пока читает Нет Про царя Которые приехали Как его приняли Как его пасы Приняли В Новогвинее Его же На самом деле Называли Человек С луны Николуха Маклая Папуасы Называли Он же Богом для них Был Я просто подумал Что такие времена Тоже закончились Там еще А оказывается Вот они Есть Он у них Там жил Как кот В масле Хорошо себя чувствовал Товарищ Маклай Мог бы не возвращаться И быть там действительно Одним из главных Богом вообще Но вернулся же в жизнь Вернулся же в цивилизацию Понимаешь Все таки Наверное Цивилизованному человеку Ну как минимум Человеку Который привык жить В нормальных условиях Даже царем Там вот В лесу Быть не очень Не очень хорошо Кстати А вот такого рода Песня есть у тебя О человеческом предназначении Имея в виду Те ошибки Которые мы совершаем Когда думаем Что мы кажется Нашли то Что нам хотелось найти А в результате Какие-то годы спустя Понимаешь Что ёшкин кот Я же все эти годы Занимался не тем Чем должен был заниматься У меня есть песня о детстве И мне кажется Что мне надо прожить Ещё немножко Чтобы впоследствии Написать об ошибках Которые я Возможно совершаю сейчас Невозможно А вернее совершаю Но для осознания Требуется время Поэтому будем ждать Моего сорокалетия И я вам представлю Альбом о своих ошибках В бога веришь скажем Конечно Ну подожди секундочку Я не просто верю Я знаю что он есть И всё Вот это уже важный момент Я хотел спросить Веришь как все Или всё-таки Несколько больше А что касается Я сейчас не хочу О глубоком О грехе О каких-то Кайнику Знаешь Тебе не смущает Например Такое положение вещей Что в православии Есть такая позиция Согрешил покайся И всё вроде бы Тебе с рук сойдёт Меня всегда это напрягало Правда Дело в том Что мне очень понравилось Возвращаясь к Нашему другу Илюшке Из пилота Он всё время Говорит о том Что Когда говорят Что бог жесток Ему всё время Становится Не по себе Потому что Ну представьте себе Обычную земную маму Представьте себе Что она принимает Своего ребёнка Таким какой он есть Прощает ему всё И любит его До самого конца И до последнего момента Верит в него Понимаете Бог Не может быть Злее Чем Или Как это сказать То есть он не может Любить меньше Он милосерден Настолько Насколько мы даже Представить этого Не можем Поэтому он действительно Дает возможность Человеку При Прохождении Какого-то земного пути Исправлять Свои ошибки Путём покаяния Путём признания Их Этих ошибок В самом себе Я не вижу Честно говоря В этом ничего Нелогичного Нет Ты правильную фотографию Выбрал Для вас Правильную фотографию Выбрал 4647 Это короткий номер Для ваших смс Сначала пишите свои Про Бельчика Потом уже всё Что хотели Сказать сегодня Коллективу Либо какие-то эмоции Возможно Что-то коральник Тут про дороги В Волгограде А нет Это он на дороге Меняет цвет Пиарит Ну правильно Что делать Коральнику ещё Они в Волгограде Меняют цвет Да Он пишет Дороги плохие В Волгограде Пока Пока не доехали Дороги Которые меняют цвет Думаю В этом году Немножко исправим Ситуацию Олежек Ну если коральник Я сейчас к нему Обращаюсь Если кричайник Возьмёт в руки Каток И асфальта Немножко То конечно Можно будет Усправить ситуацию Хотя бы на Пятистах метрах Этой дороги Она длинная У них там зараза Да Очень длинный город Колбаса Был недавно Ну ты же испытал на себе Все прелести Передвижения На Волгоград Надо сказать Что это не только В Волгограде Но так как В Волгограде Ему не терпится Понимаешь А так как В Волгограде Я нигде не встречал Петь давай Будем петь Новую песню Которая называется Тихо во мне Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Павел Пиковский Группа Хьюга Быстро пролетел Словно скрежет Шпингалета Рано по утрам Рано по утрам За окном порхают птицы Я привык зимой ютиться У оконных рам У оконных рам Тихо во мне Кто-то поет Кто куда, зачем, откуда Каждый третий верит в чудо Быстрых лотерей Быстрых лотерей И гуляют по проспекту Озабоченные некто Без поводырей Без поводырей Без поводырей Тихо во мне Кто-то поет Сверху падал снег И он вводил в экстаз Непризнанных зверей Непризнанных поэтов Когда не будет их Когда не будет нас Но кто-нибудь другой Расскажет вам об этом Вечер, ночи, снова утро План войны и КамАЗ-утро Выжженных пустыни Выжженных пустыни Ветер дует Издевайся Если хочешь, издевайся Только не остыни Только не остыни Тихо во мне Кто-то поет Но сверху падал снег И он вводил в экстаз Непризнанных зверей Непризнанных зверей Невиданных поэтов Тогда не будет их Тогда не будет нас Но кто-нибудь другой Расскажет вам об этом Я не знаю Я не знаю Я не знаю Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И надпись Новый сингл от нашей группы И пять там песен Семен, ты перепостишь у себя на стене? Я говорю, ешкин пистолет, ты мне песню для ротации дашь? Ты мне для премьера песню дашь? У меня же не просто информационный портал Это радио вообще Почему такое странное отношение к самим себе, друзья мои? Надо же раскручиваться Давайте песни ваши в премьеру будем их ставить Они будут крутиться, аудитория будет их слушать Это же всегда хорошо Согласен Вот хорошо, что ты согласен Куда придел сейчас? Как тебе быть несогласным? Тем более, ты обещал уже Тут народ требует Я не знаю, на самом деле Готовили вы ее или нет для программы сегодняшней Антивоенный джаз, нет? Она как раз следующая Ты смотри, как я попал Надо же А ведь не видел даже твоего трек-листа Но здесь просто люди пишут Вот, например, Таня Шушкова Вот если еще антивоенный джаз сыграют То вообще хорошо будет Понятно, что программу ты составлял сам По своим определенным соображениям Понятно, что песни и новые, и старые То есть те, которые знают И те, которые вот-вот появятся в ближайшем альбоме Но и неожиданность сегодня была уже В общем-то с Муркой мы как раз попали в народную хитовость Сыграли и свой вокал-то показал Замечательный Спасибо Что он такой нервный у вас, Воробьев Он постоянно о себе напоминает Он просто в творчестве Ему нельзя Останавливаться Слазить с этой иглой Да, с этой художественной иглы Потому что Он все что-то там постукивает Поигрывает Ну это хорошо Я же без претензий Так просто мне стало интересно Почему самый беспокойный В коллективе у вас барабанчик Нет, он самый спокойный на самом деле Ну кроме Пети Ну вот Пети еще, да Они оба Самые спокойные Да Полный седативный Хорошо, что этого сейчас никто не слышал Хорошо, что ты без микрофона сейчас говорил А то бы эту тему можно было развивать долго Мне кажется В Волгограде С пуэром С пуэром О седативности Ну вот я почему спросил тебя О той программе, которую ты составлял Когда ты делаешь альбом Ну скажем, готовишь альбом Ты ведь по каким-то особым соображениям В этот альбом песни определяешь Наверняка скажем Ну допустим в альбоме 12 Ну к примеру 12 песен А у тебя написано 20 И какие-то 8 надо отбросить Логика попадания песни в альбом Как часто говорят умные вещи Наверное музыкант Какой-нибудь закатывая глаза Я спрашиваю Почему эта песня не попала в альбом Ну знаешь, она по концепции Не очень соответствует Я слушаю песню Она в общем мало чем отличается От предыдущих 12 Но она по концепции Почему-то не подходит Вот мне интересно Что такое концепция в твоем понимании Концепция альбома Ну скажем Все песни, например, про любовь Ну это хоть какая-то Какой-то объединяющий фактор Там все песни про войну Ясно Фактор объединяющий А вот ты как ищешь? Ну Это скорее внутреннее ощущение Чем какой-то логический умысел Вот И опять же я говорю Постоянно стучит Не остановлюсь Вот Я говорю, что Поскольку группах Юга Это как бы не только я А еще Шесть человек Я могу сказать, что Еще один где-то есть У нас же Сереж сидит В нижнем Звукорежиссере Сереж Мишанькин Гост Который, в общем-то Все наши альбомы И записывает И сводит Вот И поэтому Мы все вместе В общем, как-то коллективно решаем Подходит песня Или не подходит В любом случае Как бы если песня удачная То она Ну не останется в столе навечно Она обязательно Либо будет просто на концертах исполняться Либо Войдет в следующую пластинку Которая может быть через эту Которая покажется нам Так сказать Уместной Сколько уже пластинок есть у группы Юга? Вот сейчас Будет В ближайшем будущем Надеюсь Будет четвертая Четвертая пластинка За сколько лет существовать? Вот этому составу Ну Как скажем В том виде В том виде звучания Так скажем Которое есть Нам Два с половиной года где-то И четвертая пластинка? Нет Я еще перед этим выпускал Ну как бы Сессионно Работая с музыкантами Еще две выпущены То есть Вот сейчас будет вторая Вот именно с этим Тоже неплохо Денис Шишлов тут пишет Вот смотрите Какая у нас все-таки Тонкая аудитория Благодарная Хочу дать денежек За радость мою Как можно прислать денег? Спрашиваю Счет дашь? Дело в том Что вот мы сейчас Как раз Когда озаботимся Выпуском Уже окончательно Когда альбом будет сведен Мы наверное Обратимся к нашим слушателям Уже мы обращались Я все это помню У меня все записано И так далее Люди очень нам помогли Прислали нам Некоторое количество Денег на запись И вот Видимо Мне бы очень конечно Не хотелось Тревожить В очередной раз Но я думаю Что все-таки придется Попросить еще У наших слушателей Некоторое количество Финансов Для того Чтобы этот альбом Выпустить Ну я думаю И когда это будет Я думаю Что это будет И в социальных сетях Поэтому Добавляйтесь Вконтакте В фейсбуке Где бы там Предпродажа альбома Такая Ну как бы да Да То есть мы всегда Благодарим потом дисками Отлично Это очень правильный подход Сейчас будем петь Но перед этим Я прочитаю сообщение От Бенди Завтра Внимание Для всех Завтра защищаю Курсовую Ребята Помашите ручкой На удачу Пожалуйста И все ребята Кинулись махать Руками Будет удача В Бенди Обязательно Обязательно Все Давай петь Антивоенный джаз Как всегда Живой звук Программа Живые Здесь Сегодня Павел Пиковский Группа Хьюго Миллион Миллионы Миллионы больных Миллионов Тысячи сломанных Тысяч Каждый скульптор Хотел бы из этого камня Хоть что-нибудь высечь И слова Все заставы Тюрьмы Понастроить Еще гильотин Тот, кто был палачом Станет жертвой Кто был с кем То-то будет один Есть закон Тот, кто младше растет Тот, кто старше стареет Эти песни звучат Пока в наших домах Горяки батареи И страна у чужого забора Трется словно Братячий щенок Я молюсь Из-за тех, кто вернулся Из-за тех, кто вернуться Не смог Наплевать на Грэмми И Гранты Собираются в поздний час Неизвестные музыканты Зачиняют свой Антивоенный час А меня научили, что солнце Не ярче ночного салюта Все имеет свой плюс и свой минус Если не знать абсолюта Что у каждого есть персональный И ничем не оправданный страх То, что ведьмы останутся жить Галилеи сгорят на кострах Пожелтевшее фото в руках И написано на развороте Что закопаны те, кто был за Как и те, кто был против Что страна улеглась до восхода Под земельную черную смерть Что позиция может быть разной Но всегда одинакова смерть Наплевать на Грэмми И Гранты Собираются в поздний час Неизвестные музыканты Сочиняют свой Антивоенный час Кто свободу, как мы, не узал Вряд ли смогут узнать о нас Наш ответ обнаженным блюзом Антивоенный час Антивоенный час Антивоенный час Антивоенный час Антивоенный час Для кого это не хит, не знаю Для меня, как человека, мало понимающего в музыке, это хит абсолютный. Более того, фраза антивоенный джаз повторяется 8 раз, я посчитал. Ты же сам говорил, что это важно. Это важно. Что это важно. Тут есть пара любопытных сообщений на смс-портале. Насколько же крутой бас, густой, плотный. Басисту респект. Руль, скажи слово, Добро. Спасибо вам огромное. Михаил, на самом деле, спасибо за такой прекрасный звук. Ну, так мы уже говорили, Михаил. Своему радио спасибо. Ну, это не только я, ведь этот звук, понимаете, делаю. Тут ведь еще как бы 50 на 50. Ты знаешь, какая штука интересная? Тут тоже неоднократно это отмечали. Одни и те же звукорежиссеры у нас. Миша и Сережа. Я сегодня специально спросил, кто будет. Миша, у меня сразу все. Миша и Сережа, вот наши два звукорежиссера. Они на одном и том же аппарате работают. Сережа, не знаю, к сожалению. Уверен, что... Ничего страшного. Узнаешь. Успеешь. Жизнь-то не заканчивается. Так вот, на одном и том же аппарате все это делается. А звук у разных групп бывает очень разный. И не всегда он, в моем понимании, достаточно качественный. Не потому что плохо работу свою делают звукорежиссеры, а потому что, как сказал один очень маститый музыкант, играть надо уметь. Ну, я стараюсь, спасибо большое. Так вот, это к тому, что играют все твои музыканты. Роскошно. Я сейчас говорю твои, потому что ты лидер коллектива. Это правда, это правда. Я очень благодарю всех своих друзей. Ну, давай тему сменим, а то что-то я сейчас... Микрофон от него выключу. Спасибо, это страшное дело. Спасибо. Вот еще одно сообщение есть тоже хорошее. Тихо во мне. Моя любимая песня. Она рождает во мне. Все мое самое сокровенное. Тихое, доброе. Спасибо, Паша. Подпись КУ. Спасибо, Алена. Я считал нужным, с чем нужным, протестать это сообщение, потому что много от нее уже что пришло, но правда ни одного намека на то, что она своего будущего супруга услышала сегодня. Придется ему повториться. Уже дома. А позвони не было, Алексей Макеев. Фишка в том, что у нас осталось времени всего, может быть, на одну песню, или если мы сейчас перестанем особо трещать, просто две попытаемся спеть. Давай мы это сделаем. Прямо сейчас. Две песни? Ну, не подряд, но давай, что сейчас будет за песня? После пяти. Поехали. Что такое, пациентный недовольный? А, я просто думал, что время на одну осталось. Ну, давай, давай, давай. Лёнь, не надо орать. С равно не слышно. Что дальше-то будет? Сын человеческий тогда давайте. А, правильно, это фотографию выбрался. Как всегда, живой звук. Программа «Живые». Поехали. Ты попробуй меня забери-ка Из моей невесёлой страны, Где молчание громче крика, Равнодушие страшнее войны. Наши копии сильно уменьшены, И уж если идти до конца, Кто поспорит, что лучшие женщины Достаются нашим отцам. Полететь бы по небу июнь ему, Скинуть вниз дорогое пайто. Мы всё время за что-то воюем, Правда, сами не знаем за что. Изучили французский и греческий, Изучили заброшенный лес. За нами с небес. Улыбается сын человеческий, Наблюдая за нами с небес. За нами с небес За нами с небес Еще одна песня остается, поэтому у нас времени катастрофически не хватает на то, чтобы расшаркиваться и прощаться. Я в качестве анонса сообщу, что завтра в программе «Живые» с новым альбомом своим. Ольга Орефьева и групп «Ковчег». Паш Пиковский, она заболела. Юля говорит, она заболела. Что будет завтра, я пока не очень понимаю. Ну, мы завтра тоже произведем. Оля, выдаю информацию. Только что получила информацию о том, что она заболела. Так, что-то будем думать на завтра. Это катастрофа. Так быстро что-то найти на подмену бывает сложно. Но, думаю, что решим. Давайте вашу финальную песню сегодняшнюю. Что за песня будет? То, что ты после пяти хотел. Спасибо большое, ребятки. Вы прекрасны. И, собственно говоря, оценка эта не столько моя и не только моя, сколько аудиторий. В том числе. Спасибо вам большое. Счастья и удачи. Закрываем сегодня эфир. Песни после пяти? Да. Ура. Погнали. Всем пока. Счастья и удачи. 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 Она возвращалась с работы где-то после пяти И северо-западный ветер шепнул ей лети И она полетела над городом, дыша его синевой Сначала над маленькой лужей, потом уже над дневой Летела сквозь пыль магистрали, сквозь хляби болот Сленяв и выкинув вещи, оставив только полет Внизу бежали трамвай, гудели матросы в бортах И кто-то болел за зенит, и кто-то болел за спартак Коты бежали за кошками, а мэр за ментом Никто и не думал о том, что с ними будет потом Гуляли по городу люди в кабинах машин Казалось, они будут рядом только рукой мамаши Вздымался дым из трубы и уходил в облака А человек пил из рек, котенок из виски лакал Провайдер выкупил совесть и заманил ее в сеть Но несмотря ни на что, она продолжала лететь Ее пытались вернуть и поделить пополам Трезвонили панамари, блестели вовсю купола Тусовщики и пилигримы ее пытались спасти Но тот, кто умеет летать, уже не сможет ползти И она летела над городом, дыша его синевой Сначала над маленькой лужей, потом уже над небой Ведь северо-западный ветер шепнул ей лети Она летела над городом, где-то после пяти А ты неси свои яблоки колючей копьешь Ты спишь по три часа в сутки, прям всего устаешь Одних решали углей, другие водили метро Небо цвета Индия, зеленая ветка метро Ветка метро Ветка метро Ветка метро Субтитры создавал DimaTorzok